Скорее информационная подготовка, информационное заявление об использовании ядерного оружия, она как раз таки создает более благоприятные условия для тех ударов, которые наносятся по этой атомной станции. Здесь все-таки идет достаточно сложная игра. И очень часто эти акции, они носят многоцелевой характер. То есть, факсути дела, Германию лишили газа. То есть, деиндустриализация Германии сейчас ускорится. Там закрываются сталилитейные производства. Volkswagen говорит о переносе части своих производств в Соединенные Штаты Америки. Это будет происходить именно нарастающим итогом. Поэтому, какие цели преследовались подрывом двух газопроводов, Ну, я думаю, что все-таки первая цель была это нанесение ущерба промышленности ЕС. Вот это основная. Но есть еще вторая, третья, вторичная. И здесь спектр может быть очень большой. Но я обратил бы внимание на другое. Мне кажется, что это просто-напросто еще один виток разрушения старого мира. Когда связи эти рвутся, и мы иногда не отдаем себе отчет в полной мере. Нам кажется, что будущее, оно должно быть продолжением прошлого. Что вот сейчас еще немножко побурлит, все вернется на круги своя, и мы будем жить так, как жили. Нет, уже не будем. Уже не будет, как прежде. И вот эти взрывы, и дальнейшая эскалация всего этой, всей этой ситуации, должно нас убедить как можно быстрее, что жить нам придется в мире совершенно другом. И чем быстрее мы это поймем, тем более прагматичную, грамотную, продуманную политику будет реализовываться в Республике Беларусь на всех уровнях, поддерживаемая поведением граждан. Тем лучше, тем перспективней будут наши шансы и наше будущее в среднесрочном периоде, 5, 10, может быть даже 15 лет. Вопрос этот очень серьезный. Потому что наша готовность реагировать на эти негативные изменения, как правило, ну в силу может быть человеческой природы, и здесь я говорю не только о Беларуси, а обо всех странах, она отстает от темпов перемен. Идет действительно глобальный развал старого мира, как мы его знаем. Идет деглобализация. А это сопровождается ростом числа локальных конфликтов. О каких-то вещах мы знаем, какие-то проходят мимо нашего внимания. Ну вот, например, возьмем Эфиопию. Там последние месяцы разворачивается масштабный локальный конфликт с использованием тяжелого вооружения. Почти гражданская война. Что мы об этом слышали? Оно не попадает на страницы средств массовой информации или в телеграм-каналы. И мы почти это не замечаем. С другой стороны, современная война, гибридная война, она всегда имеет информационный компонент. И вот это просто нерациональное, а какое-то истерическое заявление про использование ядерного оружия, это ведь, по сути дела, война нервов. Когда вещь, которая никому не нужна, не нужна прежде всего России, пытаются сделать какой-то обыденной. Пытаясь повторять каждый раз и говорить о возможности использования ядерного оружия, они, по сути дела, пытаются как бы укоренить в мозгах людей, что это возможно, что это нормально. Мы живем в быстрое историческое время. Есть такое время, когда за 10 лет проходят события на 2 недели. А бывают 2 недели, когда события происходят столько, что хватает на 10 лет. Это я цитирую кого-то из авторов, не помню уже даже фамилию. Вот мы живем сейчас в это быстрое время. Это время вызова, но оно и дает возможности. Потому что если раньше глобальные центры силы доминировали, и доминировали по принципу, ну да, мы сделали одну, вторую ошибку, но время есть, мы потом скомпенсируем вот эти проблемы, то сейчас, в это быстрое время, у них нет времени на коррекцию. Они проваливаются и ухудшают свою ситуацию. И качественно ухудшают. Поэтому сейчас действительно происходят фундаментальные изменения и в балансе сил, и в перспективах на будущее. Продолжение следует...